Все будет нормально. Сегодня у нас 10 сентября 2020 года. И тема у нас такая злободневная. Закончилось лето. Соответственно, мы можем себе разрешить какие-то более агрессивные процедуры, учитывая то, что в наших климатических условиях ультрафиолет уже не такой активный. Но мы знаем с вами, что всегда можно проверить по прогнозу погоды, индекс инсоляции посмотреть и понять, например, какую солнцезащиту использовать. Я уже во многих вебинарах об этом говорила. На всякий случай напомню, чтобы к этому не возвращаться. Здравствуйте. Я, с вашего позволения, не буду с каждым здороваться. Я очень рада всех вас видеть. И буду потихоньку продолжать уже нашу тему. Так вот, чтобы применять правильный СПФ, мы ориентируемся на индекс инсоляции, на ультрафиолетовый индекс, который во всех прогнозах погоды, как правило, есть. И мы знаем, что если индекс у нас до 2, то, соответственно, будет использование СПФ без того, что мы используем какие-то агрессивные средства или сделали только что пилинг или шлифовку, в общем, не необходим. Если же где-то от 2 до 4, то нам хватит в среднем десяточки СПФ, от 8 до 15, если уже от 4 до 6 индекс инсоляции, то уже ближе к лету обычно такое возникает, но зимой может быть, например, в горах такой индекс инсоляции, и больше 6, и даже 8-9 может быть. Мы тогда используем где-то 30-ку как минимум, а если индекс инсоляции уже превышает шестерку, то нужен СПФ, то есть уровень защиты от Солнца не ниже 50, то есть 50-50+. Есть, конечно, полные санблоки, 100 написано, но, в общем, разница в защите, в принципе, если будет написано 100 или будет написано 50+, она практически идентична, поэтому за этой цифрой то, что выше 50, можно особо не гнаться. Значит, какие у нас основные цели и задачи? Мы сегодня рассмотрим цели, какие мы вообще преследуем в осенне-зимний период. Ориентируемся, конечно, больше будем на нашу региональную особенность, потому что, конечно же, те, кто живет в каких-то климатических зонах, скажем так, ближе к экватору, и лето там круглый год, то там немножко другие нюансы, и, в общем, пилинги и все остальное используются там тоже прекрасно, но там совершенно другой уровень культуры защиты от Солнца. Поэтому тогда, когда наш человек выйдет на улицу без СПФ и без жаркополой шляпы и темных очков, житель, например, Калифорнии или Израиля никогда так не сделает. Поэтому, конечно, мы будем ориентироваться немножко на наши привычки. Вот, все-таки такой, средней полосы и, в общем, аналогичных климатических зон. Так вот, какие основные цели и задачи ухода за кожей в холодный сезон? Это, конечно же, восстановление тургора, тонуса и уровня увлажненности после воздействия ультрафиолета, потому что, ну, какой бы сложной ни была жизнь в 2020 году, и многие остались без отпуска, к сожалению, но, в общем, в основном, все-таки летом, ну, во-первых, и жарче, потом и жить все, как говорится, могут не только там совсем уж в средней полосе, но и южной у нас есть, наши бывшие республики союзные. Вот, и там, в общем, достаточно активное солнце, и, естественно, в осенне-зимний период кожа будет немножечко пострадавшей от избыточной инсоляции. Ну, а кто уже специально, как говорится, побывал на солнышке у моря, то, несмотря ни на какие все-таки защиты использования СПФ, регулярные, педантичные, все равно ультрафиолет, конечно, когда индекс инсоляции превышает 6, успевает немножечко коже навредить. Страдает толщина эпидермиса, страдает уровень увлажненности кожи, который, как правило, приезжает с отпуска обезвоженный. Могут появиться дополнительные тонкие морщинки, тонкие линии, так называемые мелкие, которые больше вызваны как раз отсутствием влаги. Кроме того, может быть, немножко нарушен тонус. Да, отлично, вижу. Вот, и, собственно, поэтому нам, конечно, вот это все нужно восстанавливать. Восстанавливать. Восстанавливать барьерную функцию, которая может пострадать от, например, того же самого купания в соленой воде, либо в бассейне с хлоркой. И как бы бассейн не назывался озонированным, современным и так далее, то все равно хлорные дезинфектанты туда добавляются, потому что иначе мы получим заражение всякие грибковыми инфекциями и так далее через бассейн. Поэтому все равно, даже если озонированная, так называемая, вода, она так сильно не пахнет хлоркой, может быть, но она там все равно присутствует. И вот эти все дезинфицирующие растворы, которые туда наливаются, они тоже не самым лучшим образом воздействуют на кожу. Поэтому барьерная функция страдает, увлажненность страдает. Все это мы будем восстанавливать. Второй момент – это пигментация. Кто-то пытается очень долго, по максимуму, сохранить загар, а кто-то защищается все лето от него и потом пытается как можно быстрее от него избавиться. Ну и, соответственно, чем старше женщина, как правило, мужчина, в общем, это редко когда их волнует, а женщина чем старше, тем больше пигментация, как говорится, раздражает и считается признаком уже возрастных каких-то изменений. Как я когда-то писала статью в этот журнал, и как раз про пигментацию, где там на сайте выложены, я как раз там писала о том, что то, что в юношестве считается прекрасными, красивыми веснушками, то в возрасте 40 плюс уже будет как техническими или возрастными какими-то пятнами пигментами. То есть веснушками уже это вряд ли назовут. Ну, на самом деле, действительно, с возрастом у нас пигментированность кожи немножко меняется, меланноциты мигрируют в поверхностные слои, собственно, с тенденцией откладывания вот этого меланина участками неравномерно. И тем самым, конечно, это выглядит не очень для многих, и поэтому строение пигментации – это такая очень цель, такая, можно сказать, одна из самых основных в осенне-зивный период, потому что мы можем на это воздействовать более агрессивными какими-то средствами, процедурами и так далее. Ну и, конечно, антиэйдж. Антиэйдж нам нужен всегда, но не всегда мы можем использовать все средства, которые действительно имеют доказательную базу эффективности, действительно быстро и хорошо заставляют кожу казаться молодой, вести себя как молодой, соответственно, ускорять обновление, метаболизм клеток. Все делают те ингредиенты, которые, как правило, являются все-таки фототоксичными. Поэтому либо мы должны выбеливать лицо санскрином, ходить как гейша и пользоваться ими круглый год, либо мы все-таки откладываем это все на осенне-зимний период. Какие, собственно, способы у нас есть для того, чтобы достигнуть этих целей? Чем восстанавливать тургортонус уровень увлажненности? Мы с вами все прекрасно знаем. Еще раз я это проговорю. Это, конечно же, препараты с гиалуроновой кислотой, которые можно использовать и инъекционно, и путем введения форезами, лазерная биоревитализация, электропарация. Используется гель-концентрат нашей низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. То есть, для инъекционной биоревитализации есть свои препараты, причем они отличаются. Биоревитализация – это все-таки введение высокомолекулярной гиалуроновой кислоты, чаще всего, и более глубоко в дерму. А низкомолекулярная гиалуроновая кислота вводится поверхностно, всякими напажными техниками, и это называется чаще всего мезотерапией. Соответственно, если мы используем ту же самую лазерную, биоревитализацию, там мы еще не просто вводим гиалуроновую кислоту, а работаем как раз с клетками и тканями за счет собственного лазерного излучения. Электропарация – это использование переменного тока, которое открывает каналы, окно проводимости кожи увеличивает и помогает как раз пропихнуть в глубокие слои вот эту низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, больше именно работает с уровнем увлажненности. Кроме того, мы должны восстановить барьерную функцию, то есть мы должны нейтрализовать по возможности свободно радикалы, которые усиленно образовывались под воздействием ультрафиолета. Мы должны укрепить сосуды, которые тоже страдают в то время, когда на нас агрессивно воздействует ультрафиолет. И, соответственно, мы должны вот это все в комплексе применять для того, чтобы восстановить то, что у нас было, и улучшить то, что есть. Всякие так называемые реконструкторы гидролепидного барьера, то есть это могут быть какие-то препараты с про- и пребиотиками, например, наша сыворотка пробиоскин, которая многим уже очень понравилась, она достаточно новая у нас, но уже себя хорошо зарекомендовала, и как препарат, который убирает чувствительности, который восстанавливает после всяких курсов антибиотиков, после применения глюкокортикоидов наружных, гидролепидный барьер защитный, то есть очень хорошо работает с барьерной функцией, и нормофлору восстанавливает, соответственно, если она чем-то была, как говорится, перебита, и стала главенствовать условно-патогенная микрофлора, то, конечно, средства с про- и пребиотиками, а там как раз лизаты бактерий, там пребиотики, инулин, альфаглюкан, в этой сыворотке пробиоскин как раз очень хорошо и быстро это все восстанавливает. Можно ее использовать также как раз, когда агрессивные какие-то препараты используются, например, тот же активный ретинол, в комплексе, то есть мы, допустим, в те дни, когда нет ретинола, или по утрам пользуемся пробиоскином, все-все восстанавливаем, а вечером такой удар из активного ретинола по тканям наносится, для того, чтобы кожа омолаживалась. Капилляропротекторы, ну, вы все знаете, наш антикуперозный гель, это, в принципе, такой наиболее сильный капилляропротектор, со всеми сосудокрепляющими компонентами, которые только могут быть. Там и конский каштан, листья красной винограды, троксирутин, и витамин ПП, ниацин, и там еще и дмай для лифтинга есть в этом препарате, ну, такой, как бы, достаточно мощный, скажем так, мощная поддержка сосудам. Вот, кроме того, сосудокрепляющим действием обладают препараты серии Нео, которые содержат липосомальный дегидрокверцитин, особенно гельно-сухой нормальной кожи Нео, и лосьон-концентрат Нео, который можно использовать в качестве тоника. Недаром он себя очень зарекомендовал хорошо, этот лосьон-концентрат, сама, честно говоря, его очень люблю в качестве тоника. Вот, как раз для возрастных пациентов, для пациентов с атоничной тусклой кожей, с таким, так называемым, седром курильщика, о котором я иногда упоминаю в вебинарах, и, собственно, всегда говорю, что не обязательно быть курильщиком, чтобы иметь тусклую кожу, лишенную хорошего тонуса сосудов, соответственно, цвета свежего, и, как бы, это все происходит потому, что просто кислорода не хватает, движений не хватает, кровоток замедляется, человек ведет сидячий образ жизни, еще и в каком-то полуподвальном помещении, целый день работает в офисе перед компьютером, зона зажимается воротниковая, еще и кровоток вообще головы и шеи нарушается, потому что кто сидит долго за компьютером, все от этого страдают, если не занимаются спортом, и, конечно, лицо будет такого сероватого оттенка, как у махрового курильщика, зачастую, может быть. Поэтому капилляропротекторы, они, в общем, помогают восстановить немножко капиллярное кровообращение, микроциркуляцию. Интенсивные увлажнители, естественно, на первом месте гиалуроновая кислота, особенно ультра низкомолекулярной формы, интенсив омоложение, 3D-увлажнение наше, все уже давным-давно знают, много лет они применяются, когда нужно быстро восстановить безвожность кожи, убрать ее, восстановить увлажненность. И есть компоненты, которые удерживают влагу на поверхности. Ну, банальный глицерин, не надо бояться, но очень часто вопросы задают по старинке, как бояться глицерина. На самом деле глицерин в той концентрации, в которой он применяется в европейской, в российской косметике, ну, в общем, не для Таиланда и вот этих вот стран, которые совершенно другую влажность, тропики, да, где какие-нибудь, например, и влажность воздуха совершенно другая, не как у нас. Конечно, у нас применяется глицерин не больше 5%, и он именно хороший увлажнитель, влагоудерживающий компонент. А другие, например, хитозан, фукагель, они еще и дополнительно имеют функцию пребиотическую, еще дополнительные какие-то, помимо увлажнения, функции именно уходовые. Вот, поэтому все это должно быть в увлажняющем средстве, и тогда оно будет работать. Антиоксиданты, как я уже говорила, нам нужны. То есть надо искать в составах витамины А, С, Е, ресвератрол, всякие биофлуаноиды наподобие как раз нашего дегидрокверцитина, фируловая кислота, мощнейший антиоксидант. Я потом в конце расскажу, поделюсь секретиками, что у нас там в разработках и прям вот-вот выходит. Как раз будет много интересного на эту тему. Ну и пептиды. Пептиды у нас, конечно же, тоже есть разные. Есть мерилоксанты, а есть те, которые восстанавливают уровень влаги, например, дифопарин в нашей сыворотке, 3D-увлажнение. Вот, есть пептиды, которые укрепляют именно каркас за счет стимуляции фибробластов. Например, матриксил в сыворотке для век, с вектом лифтинга он у нас есть. Так что, в принципе, выбор есть, чтобы восстановить то, что за лето мы теряем. Перейдем к устранению пигментации. Устранение пигментации – это, как правило, чаще всего пилинги. Понятно, что мы с вами понимаем, что пигментация может быть глубокая, дермальная и может быть эпидермальная, поверхностная. Естественно, пилинги, все вот это работает с поверхностной пигментацией, которая может возникнуть как раз после инсуляции, которая может возникнуть, когда, например, случайно использовались какие-то фототоксичные потенциально средства, например, какие-то кремы с витамином С, и человек пошел на воздух, да, или с витамином А. Либо, допустим, человек в пищу применял какие-то, допустим, продукты, которые могут усиливать чувствительность кожи к ультрафиолету. Ну, самое простое, там, я не знаю, грибфутовый сок пить. Поэтому пилинги, да, они работают хорошо с поверхностной пигментацией, но, конечно, для глубокой, дермальной используется уже лазер, IPL, и не всегда даже можно при помощи них ее удалить. Плюс отбеливание в рутинном уходе, то, что мы не можем себе позволить летом. Пилинги химические, естественно, могут быть на основе АХ-кислот и может быть добавлены и бета-гидроксикислота с лициловой, может быть, пилинги с ретинолом, так называемые, желтые. И другие разновидности. Все они, как говорится, по силе действия разные. Все зависит от концентрации кислоты и от величины ПАЖ, то есть водородного показательства, чем ниже ПАЖ, тем глубже пилинг проникнет. Сами кислоты тоже разные имеют величину молекулы, соответственно, способность проникать и там свое действие агрессивное оказывать. Гликолевая, например, имеет маленькую величину молекулу, быстро глубоко проникает, а миндальная имеет крупную величину молекулу, более щадящий воздействие, поэтому ее даже можно применять летом. Соответственно, отбеливание в рутинном уходе, оно предполагает другие компоненты, мы о них попозже поговорим. И это все как раз направлено в комплексе на устранение пигментации. Как правило, это все курсовое воздействие и, в общем, определенная нужна реабилитация после таких процедур, нужна обязательно максимальная защита от солнца. Вот здесь как раз то, что я вначале говорила, что мы при подборе СПФ ориентируемся на индекс инсоляции, здесь как раз это не столь важно, потому что если мы используем какие-то потенциально фототоксичные средства или агрессивные процедуры, или агрессивные компоненты в косметике, то мы, даже не думая, берем СПФ 50 или 50+, в самом крайнем случае 30, если мы не показываемся особо на солнце, особенно надолго. 30 тоже неплохо защищает, практически по проценту не отличается ничем, да, там 96-99%, да, если там 30, именно защиты, но просто 30 защищает более короткое время, ну и, соответственно, если мы какую-то агрессивную воздействие на кожу предполагаем, мы должны еще механически ее защищать, то есть стараться какие-то там бейсболки, шляпы и так далее, не загорать, не выходить, там, не лежать на даче в шезлонге в конце сентября, в период бабьего лета, только что сделав пилинг, да, вот, поэтому здесь это важно. Вот, и антиэйдж, конечно же, предполагает то, что в холодный сезон более безопасно использовать какие-то потенциально агрессивные средства, ну, я их так называю агрессивные, конечно, они разные по мягкости воздействия, и, в общем-то, не всякому человеку они будут прям казаться очень агрессивными, но, конечно же, те средства, которые могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолету, они, ну, нежелательны, когда период активного солнца. Соответственно, все, опять-таки, процедуры, которые направлены на омоложение кожи, а они, в общем, похожи по сути на те, которые используются для допигментации, вот, под защитой СПФ, они все применяются, конечно же, вот как раз наш с вами сейчас наступающий период осенне-зимний. Поговорим о компонентах. Если вопросов сейчас нет, пока, да, дальше будем продолжать, если вопросы, задавайте сразу, буду на них отвечать. Значит, что касается кислот. Кислоты используются как в рутинном уходе, то есть в небольшом проценте в составе средств для регулярного ухода за кожей и скоро, тоже я в конце хотела поделиться с вами информацией, что прям вот буквально в ближайшую неделю-две у нас выйдет новинка наша, которую мы долго готовили с АХ-кислотами. Сыворотка будет называться Альфадерм. И, собственно, такие средства используются в домашнем уходе и регулярном. Кроме того, кислоты могут входить в состав пилингов в комплексе, либо моно-варианте, и могут использоваться для подготовки к пилингам. То есть тоники с АХ-кислотами, опять-таки же средства, которые используются в рутинном уходе, содержащие АХ-кислоты, они могут использоваться для того, чтобы подготавливать кожу к пилингам. Я недавно как раз записала видео про ошибки перед, во время и после пилингов, маленькое такое для влога. Я как раз там и буду рассказывать о том, что основная ошибка которая приводит к тому, что пилинг имеет плохой эффект, или недостаточный эффект, или, допустим, неравномерный эффект, что самое главное, и очень агрессивный эффект. И кожа может выглядеть до лучше, чем после, именно потому, что ее к этому пилингу не готовили. И если это АХ-пилинг, то, как правило, средства с небольшим процентом АХ-кислот и со слабокислым ПАШ, они для этого используются. Порядка двух недель хотя бы нужно кожу готовить, и потом уже делать пилинг. И, соответственно, предуход, то есть первый этап перед пилингом всегда тоже проводится средствами, содержащими небольшой процент кислот, чтобы постепенно снизить ПАШ, чтобы не было такого удара. У меня сегодня это ассоциируется с гидроударом двигателя автомобиля, когда он въезжает в очень глубокую лужу, туда попадает вода, и все. На этом с мотором можно распрощаться. Здесь получается примерно то же самое, что этот удар кислот на кожу, он получается слишком сильным, слишком агрессивным, если кожа не подготовлена. Кроме того, кожа может быть гиперкератозная, она может быть с склонностью к повышенному роговению. Соответственно, пилинг может проникнуть на каких-то участках глубже, а на каких-то практически не проникнуть в кожу. Где-то может быть ожог даже, а где-то будет вообще никакого эффекта. Все от того, что кожу не избавили перед проведением пилинга серьезного от, соответственно, избыточного количества кератиноцитов на поверхности эпидермиса, на роговом слое. Значит, аха-кислоты, ну, мы все с вами знаем, да, вот весь, кстати, этот набор, который на этом слайде вы видели, и глюконовая, и гликолевая, и молочная, и винная, и, собственно, первоиноградная, и скорбиновая. То есть эти кислоты у нас есть в тонике с аха-кислотами, только их, конечно же, там не так много, а там этот комплекс всего лишь 4% его концентрации, поэтому это обычный тоник, тоник с слабокислым ПАЖ, что очень хорошо не только для кожи пигментированной или возрастной, но и для молодой проблемной, и не молодой проблемной, потому что помимо кислот, которые еще и поддерживают вот этот вот слабокислый ПАЖ, и, соответственно, патогенная микрофлора не любит кислый ПАЖ. Кроме того, там еще сибирегулирующий комплекс в наличии в этом тонике, поэтому он хорошо очень работает с проблемной кожей, там цинк, медь, магний, ну, многие знают уже этот тоник, активно его используют. Соответственно, эти кислоты, конечно, в первую очередь они имеют целью отшелушивания и потом уже, соответственно, увлажнение и повышение проницаемости эпидермиса, например, для каких-то полезных увлажняющих веществ или каких-то антиоксидантов, которые мы будем после такого, например, тоника наносить, или которые содержатся в креме с АХ-кислотами, и эти АХ-кислоты будут являться энхансерами, то есть переносчиками вот этих активных компонентов в глубокие слои кожи. Соответственно, помимо АХ-кислот вот этих вот наиболее распространенных, есть миндальная кислота, она немножечко таким особнячком стоит, хотя тоже относит ее к АХ-кальфагидроксикислотам. Она любит жирок, она липофильная, она очень хорошо себя ведет как раз в кремовых и маслянистых текстурах. У нее большая молекула, она практически не фототоксична, но понятно, что не нужно идти загорать после того, как вы нанесли крем с миндальной кислотой, или сделали, пусть всесезонный, но пилинг. Тоже хорошо очень себя ведет и с проблемной кожей, и с возрастной кожей, и с гиперкератозной, и с пигментированной. Кислота салициловой, и есть еще, собственно, ее некоторые производные. Лип салициловой, например, кислота, это уже бета-гидроксикислота, у них как раз больше такое кератолитическое действие, и она как раз работает больше на растворении комедонов, то есть как такой комедонолитик, и чаще всего используется либо в пилингах, либо в средствах для проблемной кожи. Разрешена в регулярном уходе концентрация совсем небольшая, до 2%, в пилингах, конечно, может быть больше, и ее нежелательно сочетать, например, с витамином С и ретинолом, то есть это так просто на заметку. Есть ПХА-кислоты, то есть полигидроксикислоты и лактобионовая кислота, глюконолактон, они тоже достаточно популярны именно и в уходовых каких-то средствах есть с ними, и тоники какие-то. У нас нет, честно говоря, пока с ними ничего. Ну, они помягче, чуть послабее, более такие нейтральные. Ну, в общем, пока не нашли мы им такое особое применение, хотя тоже, в принципе, неплохой вариант. Фируловая кислота – это кислота, которая, в общем-то, является больше не кератолитиком, а как раз антиоксидантом, и в небольшом проценте она добавляется в уходовые средства для регулярного ухода, и отбеливающие, и восстанавливающие, и омолаживающие сыворотки. Да, очень хорошо сочетается с витаминами, с витамином С, витамином Е, вот, и очень хорошо ее как раз в сезонные пилинги добавлять, что мы, собственно, и сделали, и скоро эта вещь выйдет. Я надеюсь, в продажу. Вот, азолаиновая кислота, у нее больше цель – это противовоспалительный и антипигментный в том смысле эффект, когда, допустим, посвоспалительная пигментация. Вот, она не самая эффективная, конечно, если мы пытаемся азолаиновой кислотой убрать веснушки, лентига, или там, хлазму беременных. Это, конечно, не всегда будет успешно увенчиваться успехом, потому что она не совсем под это заточена. Но азолаиновая кислота очень хорошо работает с проблемной кожей, потому что основной проблемой, основной причиной возникновения акне является фолликулярный гиперкератоз и уличение выработки кожного сала и загущение, можно сказать, кожного сала. Потому что, например, пациент с жирной сибореей чаще всего не будет так страдать от именно комедонов и воспалительных элементов, прыщей, как, например, пациент с густой сибореей, у которого кожное сало, мало того, что его много, оно еще и эвакуируется плохо. Плюс фолликулярный гиперкератоз. Это что касается кислот. Отбеливающие компоненты, которые чаще всего применяются как раз в осенне-зимний период, это, например, коевая кислота, которая является и антиоксидантом, и в то же время ингибитором терзиназа, который, собственно, обеспечивает хороший отбелищий эффект и является достаточно неплохой альтернативой запрещенному ныне практически везде гидрохинону. Потому что гидрохинон, все-таки уже доказано, что особенно в больших концентрациях он приводил к акаптозу, к гибели клеток. И даже постгидрохиноновая витилига, так называемая, возникала. И, то есть, как бы там вообще уже меланоциты были все мертвые в этих местах. И, естественно, ну плюс еще определенные другие раздражающие эффекты. У него много недостатков было. Хотя в некоторых странах, там, в азиатском регионе до сих пор используется. Коевая кислота, она более мягкая по своему воздействию. И плюс еще антиоксидантный эффект тоже нам очень полезен в этом плане. Азлаиновая кислота тоже здесь на этом слайде присутствует, потому что обладает оббеливающим эффектом. Ну, как я уже говорила, больше в сторону поствоспалительной пигментации, там, осветления общего тона. Арбутин. Арбутин, ну, как производная, можно сказать, тоже гидрохинона, но более безопасная. Тоже ингибитор терзиназы. Ингибирует, соответственно, фермент меланообразующий и угнетает активность клеток, которые синтезируют меланин. Собственно, меланоцитов и сам перенос через меланосомы меланина в верхние слои кожи, в эпидермис, например, тоже арбутин хорошо замедляет. И, соответственно, арбутин тоже используется в отбеливающих средствах, которые предназначены для регулярного ухода. То есть это все те компоненты, которые надо в этих средствах искать. Витамин С дает тоже отбеливание, но, конечно, у него это не самая основная задача, не самая основная. У него, конечно, основная задача – это антиоксидантные действия в основном. И формы его разные. Сейчас в основном используются стабильные формы. То есть элиоскорбик эйсид, которая у меня здесь приведена на слайде как пример, кислая форма, она используется достаточно редко, хотя бы потому, что она обладает, во-первых, достаточно раздражающим эффектом, а чтобы получить от нее какой-то эффект визуальный, ее должно быть достаточно много в средстве, там вплоть до 20%. И, конечно, раздражение – это не самый лучший вариант, чтобы его терпеть, дабы избавиться, например, от какой-то пигментации или осветлить тон. И самая проблема большая в том, что она хранится очень мало, она сразу окисляется практически и уже тогда не работает. Может, наоборот, начать прооксидантную выполнять функцию. И, кстати, витамин С, он такой коварный товарищ, потому что если его в меру не так много и концентрация не очень большая, он будет работать как антиоксидант. А если его слишком много, например, почему нельзя сочетать средства с витамином С? Ну, некоторые ударяются, как говорится, во все тяжкие, да, и буду внутрь принимать, и намажу, и тоник возьму с витамином С, и сыворотку возьму с витамином С, и крем возьму с витамином С, и даже SPF возьму, куда добавлю витамин С, что на самом деле я, например, против таких комбинаций, потому что не факт, как с витамином С будут дружить фильтры, которые в этом SPF-креме находятся. Скорее всего, они не будут дружить, и спустя там несколько месяцев после производства этого крема они уже работать не будут, как именно защита от Солнца. Так вот, в большой концентрации, в большом количестве витамин С может стать прооксидантом, то есть он может, наоборот, сам провоцировать вот эти реакции перекосного кисления липидов, которые приводят к нарушениям, собственно, от которых мы пытаемся защититься. То есть фотостарение, образование перемедийных димеров, которые могут привести к всяким нехорошим вещам на коже, вплоть до онкологических процессов и так далее. Почему мы так не любим ультрафиолет и пытаемся с него защититься? Потому что он агрессивен, он может вызвать не только красивый загар, но и спровоцировать, например, перерождение каких-то образований, изначально, например, доброкачественных, или спровоцировать возникновение злокачественных на образовании кожи. Меланомы, например. Поэтому с ним надо быть осторожнее, но витамин С, конечно, очень хорош в нормальной дозировке, без фанатизма, в регулярном уходе, особенно, опять-таки, в период осенне-зимни. Он, кстати, повышает устойчивость кожи к ультрафиолету, и стабильные формы, которые используются, и которые можно использовать, например, летом, они как раз хорошо помогают в этом. Это как раз аскорбилглюкозид, это содиум аскорбилфосфат, это магдезиум аскорбилфосфат, то есть это эстерси, витамин С, то есть сейчас много есть форм, которые не так сильно окисляются в процессе, и достаточно хорошо хранятся там, как минимум 12 месяцев после открытия, и их можно использовать спокойно круглый год. Пептиды регулятора меланогенеза тоже относятся к отбеливающим компонентам. У нас недавно был вебинар как раз на тему различных компонентов косметической химии, и тоже я там подробно рассказывала про всякие пептиды, но в основном используются вот эти вот пептиды, которые я тут перечислила на нашем слайде, вот их коммерческие названия, мелентая, мелитана, меланостатин, и они, как правило, работают с рецепторами, но все пептиды в основном работают с рецепторами. Здесь как раз имеется в виду рецепторы меланоцитов, тоже уменьшают пигментацию, у них свой хитрый механизм, как говорится, конкурентного ингибирования и так далее. И если пептиды, например, в средстве отбеливающим присутствуют, присутствуют в рабочей концентрации, это не всегда должна быть большая концентрация, хочу заметить, вот, но когда они там есть, это плюс, но средство, как правило, дороже стоит, пептиды вещь дорогая. Вот. И перейдем мы к ретинолу. Нет у вас вопросов пока никаких, то вы так молчите тихонечко, мне даже как-то это не по себе, что вы ничего не спрашиваете. Вот. Вроде в чатах ничего не вижу такого. Ни в том, ни в другом. Никаких вопросов пока нет. То есть не стесняйтесь их задавать. Что касается ретинола. Ретинол – это как раз больше антиэйдж, хотя он и отбеливающим свойством обладает, и противоспалительным очень хорошо обладает. Вот. Что из себя представляет ретинол? Ретинол – это различные формы его, которые в итоге должны трансформироваться в кожу в ретинолевую кислоту. Спасибо, Оксана. Вот. А то я иногда думаю, вопрос не знаю, думаю, может звук пропал, не слышит меня. Значит, ретинол. Ретинол может быть… Вот вопрос как раз. Витаминцевка на 10-15 в домашнем ходе не вредит ли? Зависит от того тоже, в какой он форме. То есть это если у вас, например, это сыворотка с L-аскорбиновой кислотой, то есть кислой формой, то там вполне может быть 10-15%, и зачастую даже эти средства продаются в виде двухфазных наборчиков, то есть отдельно растворителя, отдельно в сухой форме вот этот вот сам витамин С. И в принципе не навредит, если его применять курсом, если его применять… Ну, его лучше, конечно, такой вариант применять в вечернее время, как, например, даже и ретинол, а не в утреннее, потому что сам вот этот вот витамин С, он не то, что даже кожу навредит, он под действием солнечных лучей, какие бы они там мягкие не были, он начнет разлагаться. То есть он плохо выдерживает солнце, его хранить надо в сухом, прохладном, темном месте обязательно. Бывает в жидкой форме, конечно, но реже, и он тогда вообще хранится после открытия, там, я не знаю, от месяца до трех. Поэтому, в принципе, можно использовать, да, надо смотреть, насколько он повышает чувствительность кожи, то есть, ну, следить, то есть не нужно, как говорится, как те ежики есть кактус, если от него покраснение, вплоть до крапивницы, раздражение, изудит все лицо. Вот, надо режим какой-то определенный, применение выработать. У нас как раз был недавно вебинар, уход 40+, там как раз про рутинный уход, я много рассказывала. На самом деле, просто иногда, если применяешь что-то каждый день, может накапливаться вот этот вот раздражающий потенциальный эффект, и вот это раздражение, оно нивелирует напрочь всю пользу от препарата. А если этот препарат нормально переносится, и применяется, например, в режиме два раза в неделю, то все прекрасно. То есть, в принципе, такой высококонцентрированный витамин С можно спокойно 3-4 месяца подряд применять, можно даже дольше, но, например, просто не каждый день. Вот, наверное, такой вот ответ. Значит, перейдем к ретинолу. Ретинол у нас может быть, собственно, ретиноевой кислотой, которая трансформировалась из полиметата, ацетата, или из чистого ретинола, который является более активным. И, собственно, в основном он и применяется в тех препаратах, которые считаются тяжелой артиллерией. Может быть, в виде ретиноля, ретинолигид, и потом он должен, собственно, трансформироваться в ретиновую кислоту. Есть синтетические ретиноиды, то есть это адапален и тазаратен. Это те молекулы синтетические, которые похожи на ретинол, которые в основном используются для лечения акне. Но на самом деле тазаратен уже зарегистрирован в Европе как препарат для лечения возрастных изменений, то есть их там лечат. У нас пока это не считается поводом для какого-то медикаментозного здесь. Но это все лекарственные препараты, это все медицинские изделия. И, собственно, применять для цели устранения морщин или обновления кожи тот же самый адапален в виде диферина или аналогичных средств смысла никакого нет. Потому что у него агрессивные его вот эти побочки, они более выражены, нежели у специально предназначенных для работы с возрастной кожей или с пигментированной кожей, в которых есть еще дополнительно уходовые компоненты, которые нивелируют вот эти вот раздражающие свойства ретинола этого. Поэтому, но, кстати, некоторые люди, которые, ну, молодые, они не замечают, конечно, а у кого возрастной акне, акне, тарда, используют, допустим, для лечения адапалена, они иногда, или дазаратен, они, ну, не в России, замечают, что, да, кожа стала выглядеть более подтянутой, морщинки разгладились, потому что, то есть, такое действие у него тоже есть, как и у классического ретинола. Вот. Есть у ретинола особенности применения, которые очень важны. И мы, как косметологи, должны всегда предупреждать пациенту, которым мы назначаем такие препараты, или которые нас спрашивают о том, как применять такие препараты. Вот эти вот нюансы, то есть, во-первых, противопоказания, то есть, этот компонент, он запрещен для применения, при беременности и ее планировании. Естественно, весь таратогенный эффект и все вот это вот, оно в основном тестировалось, конечно же, на животных, на мышках и при пероральном приеме. Но, так как никто не будет тестировать собственно препараты, содержащие производные витамина на беременных людях, женщинах, вот, естественно, мы понимаем, что если там таратогенный эффект присутствовал, пусть даже при большой концентрации в пероральном приеме, то лучше не рисковать, как говорится, и не использовать это во время беременности. Другое дело, что я уже там в конце про мифы еще раз упомяну, но сейчас уже скажу, раз заговорила про беременность, очень много, конечно, существует страшилок каких-то вот по поводу этого, даже те, кто принимают перорально для лечения тяжелых форм акне или там розация, например, по полупостулезной стадии тяжелый, третинаин пероральный или из третинаина, и то не обязаны два или три года ждать, чтобы забеременеть, потому что многие считают, вот, раз встретишь в каких-нибудь форумах, что два-три года там нельзя беременеть после того, как помазался кремом с витамином А, это, конечно, все ерунда, даже, как бы, эти противопоказания, они, в общем-то, созданы для того, чтобы человек, который случайно, да, женщина, допустим, сделала тот же самый желтый пилинг и вдруг узнала, что она беременна, она не должна паниковать, как, я не знаю, кто, вот, она должна просто контролировать, вовремя сделать скрининг и так далее, то есть, никто не, не будет ее заставлять, например, избавляться от этой беременности, потому что период полувведения любого ретинолосодержащего средства от 20 до 50 часов, вот, а потом уже, в принципе, он особого вреда причинить не сможет, но, да, действительно, если, например, пероральный прием не рекомендуют, ну, как минимум 2 месяца планирует беременность, это имеет смысл, вот, но не 2-3, не более лет, вот, соответственно, средства наружные с витамином А при беременности, соответственно, будут тоже запрещены, а уже, когда при лактации, многие спрашивают, там уже, тоже, эти противопоказания немножко относительны, средства, которые обладают потенциально раздражающим действием, конечно, нежелательно использовать, когда вы кормите грудью, потому что случайно можете ребенку, как говорится, задеть вот этим вот намазанным кремом, например, и может у него тоже начаться шелушение и покраснение кожи, такое бывает, действительно, вот, но оно, конечно, не попадает ничего там особо в молоко, потому что в кровь, то есть системный кровоток, ретинол, в очень-очень малых количествах может проникнуть в кожу из косметического средства, поэтому его следовые там количества, они будут даже меньше, чем если вы витаминку, содержащую суточную дозу витамина А, примите, да, вот, это что касается противопоказаний, еще, конечно же, нельзя наносить на поврежденную кожу, нельзя, естественно, использовать ретинол, если вы какие-то повреждающие процедуры сделали, ну, какое-то количество времени, в зависимости от того, насколько повреждающей была эта процедура, вот, а теперь как применять, ретинол применяется строго вечером, то есть это такой вечерний препарат, ночной, наносится в небольшом количестве, здесь не нужно, как говорится, лучше, больше, да лучше, вот это вот наша особенность такая, особенно ментальная, русская всего, побольше, тогда будет эффект, нет, побольнее еще тоже будет эффект, нет, вот, то есть горошинки одной достаточно на лицо, еще одной горошинки на шее декольте, и это как раз будет содержать ту дозировку витамина, которая будет достаточно для одного нанесения, и еще очень важно наносить на идеально сухую кожу, то есть в идеале, ну, то есть минимум, это хотя бы там 15-30 минут подождать, да, то есть, ну, 15-30 это минимум, 30 это уже нормально, для чего это делается, почему мы наносим не сразу после тоника на влажную кожу, например, а на сухую, потому что ретинол, он обладает раздражающим, прогнозируемым раздражающим действием, и на влажной коже это действие будет выражено более явно, и это же относится как раз к тому, к тем случаям, когда вы применяете адаполен или другие синтетические ретиноиды для лечения акне, там точно такие же правила нанесения, вечером, и точно так же на сухую кожу, желательно интервал выдержать какое-то после умывания, потому что мы когда умываемся, особенно с очищающим средством, у нас обезжиривается поверхность кожи, так или иначе, даже если самое мягкое средство, и когда мы наносим вот этот ретинол, да, на обезжиренную такую кожу, он, естественно, будет больше ее раздражать, а если у нас уже за какое-то время, там хотя бы за полчаса восстановился наш гидролипидный барьер, то есть жирок выделился наш кожаное сало, то уже будет более мягкое воздействие, но аналогию я иногда провожу с покраской волос, да, когда, ну, в общем, ни один нормальный квалифицированный парикмахер не будет красить у вас какую-то агрессивную краску, обесцвечивать каким-нибудь блондором на свеже помытую голову, он, наоборот, скажет, придите с грязной головой, хотя бы там день-два не мойте, потом я вас покрашу, а потом помою ее, вот, это все потому, что тогда краска действительно очень сильно будет раздражать кожу головы, и это будет, может быть, даже сравнительно как сильная такая аллергическая реакция с зудом, с шелушением и так далее, поэтому здесь, в принципе, приблизительно та же закономерность, восстановили гидроэпидный барьер, нанесли агрессивное средство на сухую кожу. Кстати, у кого сильно щипет или раздражает азолайновая кислота, как в нашей стопакне, например, или аналоги какие-то скинорентом, азелик используют, то тоже желательно наносить не сразу после умывания, а после. Это правило мало кто из драматологов имеет время рассказать подробно своему пациенту, а это такая мелочь, которая, в общем, может избавить от побочек человека или, по крайней мере, их минимизировать. Дальше по поводу прогнозирования, то есть правила горошины понятны, правила сухой кожи понятны. Не наносим на поврежденную кожу и, естественно, ретинол имеет прогнозируемые побочные эффекты. Что это такое? Это действительно небольшое раздражение, это повышение чувствительности кожи, некоторые даже ощущают это, как кожа стала тоньше, она сначала становится тоньше, действительно, потому что хорошо начинает быстро очень обновлять, избавляться от мертвых кератиноцитов и начинают активно вырабатываться, рождаться новые кератиноциты на базальной мембране эпидермиса и тем самым стимулируется и деятельность фибробластов, которые укрепляют каркас кожи и вот после уже там 2-3 месяцев применения ретинола они замечают, что кожа стала плотнее. Вот это как раз эффект, который мы хотим получить. благодаря этому и морщинки разглаживаются, кожа становится более свежей, более плотной, не дряблой. Но первое время, к сожалению, вот эти прогнозируемые побочки в зависимости от индивидуальной чувствительности, либо больше, либо меньше, но у каждого должны быть, даже если, например, вообще ничего нет, как говорится, как слону дробина. это, скорее всего, либо уж очень плотная, прям грубая кожа, либо ретинол не очень качественный, видимо, там либо концентрация слишком маленькая, либо ретинол находится не в той форме, которая действительно должна хорошенько взбодрить эпидермис и дерму. Поэтому смягчающие, увлажняющие средства нам в первое время, ну и потом, в общем-то, на фоне курса ретинола нужны, потому что они будут, опять-таки, минимизировать вот эти побочные эффекты. То есть, если мы привыкли использовать какой-нибудь легкий гель ежедневно, если мы вводим в уход ретинол, то, возможно, нам понадобится кремик какой-то, да. Значит, если мы наносим увлажняющие или смягчающие средства после ретинола, опять-таки, это правило часа, да, есть такое, когда мы какое-то средство наносим увлажняющие или смягчающие, в одно нанесение с ретинолом, фактически, вечером, да, но только спустя через час. Можно наносить крем с ретинолом на область вокруг глаз. Очень хороший вопрос, Наталья. Да, в принципе, можно, но не на область подвижных век. То есть, ретинол должен наноситься по костному краю орбиты. То есть, в принципе, веки подвижные, они возьмут, сколько им надо, потому что он диффундирует достаточно хорошо. Но вот сами подвижные веки под глазами лучше не мазать, потому что там очень тонкая чувствительная кожа и там действительно можно получить и отек, и покраснение, и достаточно неприятно это все будет. Поэтому мы очень маленькое количество по краешку наносим, по костному краю орбиты. Ну, естественно, вот здесь там мы наносим, с морщинками он работает очень хорошо, уплотняет кожу в этой зоне, но главное не мазать подвижные веки. Значит, чтобы быстрее отшелушиться, иногда используются кислоты. Вот, используются кислоты, но об этом я чуть позже скажу, как бы, про сочетание, когда буду говорить. Вот, и, соответственно, для ретинол, сейчас я отвечу на вопрос, я вижу, Светлана, в рутинном уходе, вот, как бы, по вечерам, да, когда мы хотим достичь постепенного эффекта антиэйдж, используется в пилингах, то есть желтые пилинги, так называемые, это как раз пилинги с ретинолом. И для подготовки к пилингам. То же самое, что я говорила про кислоты, для ретинола тоже актуально, и если мы собираемся делать желтый пилинг, или серию желтых пилингов, мы должны кожу подготовить. И здесь как раз подготовка должна длиться не две недели, там, не неделю, а не менее месяца, в идеале, да, на самом деле. Есть, конечно, схема в некоторых протоколах ускоренной ретинизации кожи, но это и побочек больше, конечно, кожа очень сильно раздражается, и, например, иной раз от такой ускоренной ретинизации после проведения желтого пилинга на работу уходить неделю не будешь. Поэтому иногда более мягкий такой подход все-таки чаще всего используется. Это вот средства с небольшой концентрацией ретинола в домашнем уходе в течение месяца. Кожа привыкает, адаптируется, как говорят, ретинизируется, и после этого уже можно провести желтый пилинг или серию их. Значит, вопрос, какая концентрация ретинола оптимальна для домашнего ухода? Начинать всегда нужно с самой маленькой концентрации, с 0,25%. И как раз сыворотка ретидерм 0,25, которая у нас первая вышла в этой серии, у нас будет еще 0,5. Тестируется, как бы еще пока не закончились клинические испытания, но будет у нас больше концентрация. Возможно, дальше будет что-то еще. Но начинать надо с 0,25 из расчета на чистый ретинол. Соответственно, это будет соответствовать где-то 0,25 в пересчете на третинаин. То есть чисто ретинол 0,25% это отличный вариант для начала применения. Потом можно переходить уже на 0,5 и некоторые даже, если не очень чувствительная, не тонкая кожа, переходят на единичку, хотя единичка это уже такая профессиональная концентрация, она нечто среднее между уходом и пилингом уже. То есть единица это не всегда нужная концентрация. То есть иногда достаточно 0,25 или 0,5 в регулярном рутинном уходе этого будет достаточно. Применяется ретинол либо курсом 3-4 месяца, ну в общем как раз осенний-зимний период, но допускается применение и более длительного. То есть постоянного применения уже в возрасте 40+, 45+, можно применять и постоянно, но тогда нужно очень аккуратно быть с инсоляцией. Лучше все-таки перерывы делать какие-то хотя бы в самые активные летние месяцы, июль-август не применять, а все остальное под защитой, под прикрытием хорошего СПФ, механической защиты, избегание нахождения на открытом солнце, в принципе можно использовать. Вот, едем дальше. Про сочетание, то уже близимся к концу, вот, про сочетание, значит, что я хотела сказать. По поводу кислот и пептидов, в принципе не все пептиды очень критично относятся к низкому ПАЖ, но, например, пептиды мерилаксанты, они не любят низкий ПАЖ кислый, и поэтому, сейчас я вернусь к вопросу, ага, вижу, вот, и поэтому, в принципе, если вы используете такие пептиды мерилаксанты, как Синейк, в первую очередь, да, или их аналоги Аргирелин, Леофасил, они как раз менее критичны к ПАЖ, то лучше кислоты, то есть ПАЖ меньше 4, не использовать в одно нанесение, с ними, да, то есть, если вы используете тоник с кислотами, используйте его не в то время суток, когда вы используете пептидную сыворотку, например, Миорелакс, втираете ее в места с мимическими морщинками, либо просто вы использовали тоник, потом подождали, ну, хотя бы час, пока уж точно восстановится наш гидропидный барьер, и, соответственно, ПАЖ вернулся опять в наш слабокислый диапазон от 4,5 до 5,5, там максимум 6, ну, явно не ниже 4, и тогда можно спокойно наносить эту сыворотку, то есть, не сразу после тоника, главное, и не сразу кислотное средство, например, какое-то а-ля пектиновый гель или наша будущая сейчас новинка сыворотка Альфадерм на пептидную сыворотку, это не нужно так делать, потому что просто вы инактивируете, возможно, и действие пептидов будет, ну, незаметным. Значит, по поводу отбеливания, мы можем как раз и очень хорошо дополнять отбеливающие компоненты, о которых мы уже говорили, коевая кислота, арбутина, тиминца и так далее, тоником с ахокислотами, мало того, что ахокислоты именно в виде тоника, а не пилинга, они хорошо увлажняют кожу, плюс еще они увеличивают проницаемость эпидермиса для вот этих активных компонентов. И, естественно, мы будем отбеливания, если применять параллельно с ретинолом, то не в те дни, когда есть ретинол. Так как у нас отбеливающие компоненты, мы уже проговорили, являются фототоксичными относительно, да, они могут и не являться вроде как, но при выходе на открытое солнце они все равно будут увеличивать чувствительность кожи к ультрафиолету. Насколько ваша индивидуальная чувствительность еще на это наложится, никому неизвестно. Поэтому обязательно санскрин. Вот. И, соответственно, если мы применяем, например, какую-то отбеливающую сыворотку и для усиления эффекта и для получения еще дополнительного антиэйдж-эффекта комбинируем ее с ретинолом, то, естественно, тоже ни в одно нанесение. То есть, утром, допустим, сыворотка с арбутином, с коей кислотой, вечером, например, ретинол. В те дни, когда нет ретинола, значит, можно отбеливающую или какой-то поддерживающий вариант, наоборот, использовать, например, сыворотку пробиоскин с пребиотиками и с пробиотиками. То есть, много каких-то есть таких вот сочетаний. Как раз вот в вебинаре про 40 плюс уход я вот эти вот рутины, всякие комбинации рассматриваю. Тоже можно, кому интересно, Значит, вопрос. В эти 3-4 месяца курс, ежедневно наносит крем с ретинолом или нет? Нет. Ну, я, кстати, по-моему, дальше там даже слайдик сделала по применению, если не ошибаюсь. Но скажу. Значит, у ретинола есть свои нюансы применения. И это как раз тот препарат, который требует тщательного изучения туториала, инструкции по применению. Поэтому здесь такой идет режим применения. Сначала мы как бы кожу адаптируем к ретинолу, поэтому мы наносим строго вот к хорошену, на сухую кожу 2-3 раза в неделю. Смотрим за реакцией кожи. То есть, где-то 2 недели мы поприменяли его 3 раза в неделю можно попробовать постепенно переходить на через день или 3 недели. Все зависит от того, насколько чувствительна и тонкая кожа. Есть такая достаточно грубая кожа, но я, например, могу почти сразу начать применять через день. Допустим, кто-то с более тонкой склонной к сухости и с повышенной чувствительностью кожи может применять допустим, 3 раза в неделю. Ему навсегда хватит этих 3 раз в неделю. То есть, он через день даже не сможет перейти, потому что у него начнет кожа сильно раздражаться, шелушиться, и он будет некомфортно. А на 3 раза уже нормально. Но на самом деле, по первости, когда мы переходим с 3 раз на через день, если немножечко повышается чувствительность, и есть легкое шелушение, мы это все прекрасно убираем средствами смягчающими, увлажняющими, и это можно пережить. Если же начинается уже покраснение ретема, то тогда мы сразу убираем количество. Можем немножко уменьшить, потому что бывает, что много наносят, и из-за этого по бочке вылезают. И сразу сокращаем режим применения. То есть, если прямо возникло раздражение какое-то, мы сразу дней на 5 убираем ретинол вообще, а потом постепенно опять начинаем вводить на 3-4 раза в день. Еще очень важно, каждый новый препарат вообще, но это даже не только к ретинолу, относятся вообще к новым препаратам, когда вы особенно не масс-маркет какой-то нейтрально-инертный используете, а действительно профессиональную косметику, где в рабочих концентрациях активные компоненты, где, в общем, какие-то энхансеры специально добавляются для того, чтобы глубже в кожу они проникали, эти компоненты. Естественно, поэтому профи действуют более эффективно. И, естественно, надо вводить в уход, как я все время пишу в ответах на вопросы всяких там соцсетей, маркетплейсов, когда на них отвечаю, что вводите новые препараты как прикорм младенцу, потому что если вы купили комплекс и очищение, и тоник, и ретинол, и пару сывороток, и крем еще, и еще энзимную маску, чтобы отшелушивать себя там раз в неделю, и сразу начали применять все, то если даже у вас будет какая-то аллергия, то вы даже не отследите, на что она. А самое ужасное, что когда от человека возникла аллергия на коже, у него общая вот аллергизация организма, она повышается, и получается, что вы можете взять свой привычный крем, да даже просто водой умываться, и у вас все равно кожа будет реагировать, то есть пока не пройдет там 2-3 недели, кожа успокоится, плюс там первые 5 дней вы будете пить антигистаминные при аллергической реакции, и только потом, потом, потом кожа в свое нормальное состояние войдет, и сможете опять вводить новое что-то, вот чтобы этого избежать, вводите препараты по одному, то есть начали что-то применять новенькое для себя, используйте хотя бы неделю, вот, а потом уже добавляйте что-то другое, потому что реакция немедленного типа аллергическая возникает сразу, замедленного типа, она там на второе, там максимум третье применение, да, может возникнуть, а то, что возникает уже потом, спустя, например, месяц применения того же ретинола, это уже прогнозируемые побочки, то есть если у вас сразу не возникло какой-то жуткой реакции со стороны кожи, значит аллергии у вас нет, вот, а все остальное, то есть прогнозируемые побочные эффекты, их можно как раз регулировать количеством нанесенного препарата и режимом по времени, да, то есть пореже наносить, начинать, вот, понятно, да, я ответила на ваш вопрос, Светлана, вот, то есть наносится сначала 2-3 недели 3 раза в неделю, да, потом наносится через день, если это необходимо, да, если этого становится слишком много, но кожа вот очень реактивная и она вот все никак не уплотняется и не перестает реагировать, да, не привыкает, значит мы просто уменьшаем вот это вот количество раз нанесений, вот это все экспериментально, индивидуально подбирается и, соответственно, у каждого кожи может по-разному реагировать, у меня есть некоторые пациенты, которым я все, допустим, объяснила, дала ретидерм, они его каждый день применяют и довольны, вот, говорят, что это, как бы прям вот чудеса крем-маргариты, вот, но на самом деле, конечно, каждый день применять ретинол не рекомендуется. Рано или поздно, все равно вот гиперчувствительность, она кожа не будет успевать за вот этой вот стимуляцией обновления, которая вызывает ретинол. Так вот, тоже здесь в этом слайде я такой пункт отметила, ретинол вечерний солист, только вечером, об этом я уже сказала, да, и солист, потому что ничего, в общем-то, на него или перед ним непосредственно не нужно наносить. Опять-таки, если хотим нанести смягчающий крем, особенно при сухой коже, когда сухость еще больше, усугубляется от ретинола, более плотный хочется крем, может быть, какой-то даже силикон содержащий, какой-нибудь такой барьерный, можно нанести через час. Значит, какие мифы основные распространены? Это кислоты, ретинол нельзя применять вместе. На самом деле можно, и я уже об этом упоминала, даже порой нужно, чтобы как раз быстрее отшелушиться, например, то есть иногда такое легкое шелушение, особенно в каких-то чувствительных зонах, кстати, ретинол не нужно наносить, не только вот то, что мы с вами обсудили на подвижной веке, но и вот около ноздрей, вокруг губ, тоже очень чувствительные места, такие, которые начинают быстрее всего шелушиться, и не очень приятно, вот это, чтобы хиелит, азоед не было вот на этом фоне. Поэтому вот на эти места лучше непосредственно средств с ретинолом не наносить, он все равно кожу возьмет, сколько им надо, сколько ей нужно из рядом нанесенного препарата, который хорошо, как я уже говорила, диффундирует кожу. Так вот, если нужно побыстрее отшелушиться, и кожа не раздражена, не красная, там не прям вот, а именно вот это вот легкое шелушение, которое ретинол дает, как правило, там на вторую-третью неделю применения, то можно сделать несколько раз энзимную маску, там раз-два в неделю, хорошенечко отшелушить кожу, да, и быстрее вот это вот все пройдет. Вот, можно начать применять, комбинировать, возможно, не каждый день, а тоже несколько раз в день, но не в те дни, когда есть ретинол, средства с кислотами, с небольшим процентом, кремовые, как правило, и тоже это поможет быстрее и быстрее отшелушиться. Значит, конечно, когда мы начали применять ретинол, особенно впервые, никакие кислотные пилинги делать не надо. Вот, и вообще другие повреждающие процедуры тоже. После ретинола, ну, то, что мы с вами обсуждали, нельзя беременеть год-два-три, это миф, да, неправда, потому что, в общем-то, он достаточно неплохо выводится, не накапливается в таком количестве, чтобы оказывать какой-то тератогенный эффект страшный. Если, допустим, даже случайно произошло, что сделали пилинг, и вдруг, да, но просто нужно очень тщательно следить, делать скрининг, то есть, ну, до 12 недель очень хорошо контролировать, что там оно происходит, как. То есть, 12 недель первый скрининг, вот этот вот, его нужно просто очень тщательно пройти. Вот, поэтому это не является. Конечно, если человек беременеет, не соблюдая рекомендации дерматолога на фоне перорального приема из дротисианина, да, это уже может быть показанием для, так сказать, медицинского прерывания беременности по медицинским показаниям, но это не относится к наружным средствам. Отбеливание можно круглый год, оно не фототоксично, это миф, это неправда, это можно даже, так сказать, в происхии маркетолога, потому что отбеливание все-таки, ну, нельзя так огульно рекомендовать применять круглый год, это все сделано для того, чтобы люди, ну, чтобы сезонность продаж не потерять, люди хотят продать и летом средства с коевой кислотой, арбутином и каким-нибудь еще и даже с ретинолом в составе, да, на самом деле, конечно, можно применять эти средства, то, что я говорила, с очень большой осторожностью, потому что, да, не все живут в нашей климатической зоне, кто-то живет в странах, где не бывает зимы, но там, как я уже говорила, совершенно другое отношение к защите от солнца, там никто не пойдет в активное солнце, вообще на улицу, там везде, как бы, есть места, куда можно укрыться от солнца, огромные шляпы, темные очки, санскрины, санблоки, полностью минеральные, или там, допустим, обновление СПФ, это в порядке вещей в тех регионах, да, это для нас совершенно не характерно, у нас намазался с утра тональным кремом с каким-нибудь СПФ наш человек, и в течение дня его даже обновлять не будет, несмотря на то, что он может в течение дня, допустим, иметь надобность его обновить, а когда его нужно обновлять, когда мы либо 2 часа или там, около 3 часов совокупно находились на солнце, либо по отдельности, да, то есть мы там сначала полчаса, потом еще полчаса, вот накопились эти 3 часа, его, по идее, надо уже смыть и обновить, или стереть, допустим, лосьоном очищающим, протереть кожу тоником и заново обновить, вот, если у вас полностью минеральный санскрин, его можно, в принципе, один на другой слой наносить, а если с химическими фильтрами, так как они в процессе начинают окисляться и, в общем, уже не работают, и кроме того, так как они окисляются, могут вместо защиты солнца, наоборот, прооксидантами становиться, конечно, лучше смывать, снимать, вот. Ну вот, в принципе, близимся совсем к концу, что у нас есть в гельтек на эту тему, так, вот у нас в графе вопросов, какие-то вопросики висят, сейчас я посмотрю, масляный раствор витамина А, как можно использовать, а и вид, смотрите, вот масляный раствор витамина А, то есть ретинол и пальмитат, не рекомендуется использовать на кожу, хотя, ну, так сказать, на просторах интернета много есть советов, капнуть там, в крем туда-сюда, или на кожу нанести, на самом деле, это не очень хорошо, потому что, во-первых, ретинол и пальмитат, это самое крайнее, можно сказать, крайнее положение он занимает в той цепочке трансформации, пока он перейдет в ретиновую кислоту, то есть в коже, если мы нанесем, да, неизвестно вообще, он дотянет до ретиновой кислоты или нет, это во-первых, во-вторых, он как раз больше даст раздражение, нежели эффекта, поэтому ретинол и пальмитат, он добавляется в средство, как правило, стоит в конце списка ингредиентов, он добавляется в очень маленькой концентрации, чаще всего там 0,1%, или там 0,0,1%, ну, то есть в зависимости от, для чего это добавляет, как правило, добавляют именно для стабилизации формулы, да, то есть он является антиоксидантом для самого крема, например, и также витамин Е, кстати, зачастую добавляется не как активный ингредиент, а иногда добавляется именно как антиоксидант, чтобы не окислялась сама база крема, так вот, аевит и просто витамин А в капсулках я не рекомендую наносить на кожу, потому что раздражение можете получить, а эффект вряд ли, вот, лучше уж ничего не наносить, вот, наверное, я ответила, да, на этот вопрос, так, вроде пока нет больше вопросов, ну, будем потихонечку закругляться, смотрите, что есть в Гельтек на эту тему, ну, самое основное, это, конечно, ретидерм, который вышел у нас, но он вышел чуть раньше, осеннего, зимнего периода, весной еще, там как раз очень интересный состав, там, во-первых, ретинол в совокупности 0,25%, то есть та самая начальная, очень хорошая концентрация, и он находится там в свободной или липосомальной форме, там сразу два вида ретинола, и в обеих этих формах это чисто ретинол, то есть это не пальмитат, не ацетат, не какая-то другая трансформация, да, это именно ретинол, вот, то есть ему нужно пройти всего две ступеньки, чтобы превратиться в ретиноевую кислоту, ну, одну ступеньку, да, ретинальдегид, и дальше уже идет ретиноевая кислота, липосомальный, то есть в составе фосфолипидного комплекса, ретинол, он еще и более глубоким проникновением обладает, то есть он очень сразу хорошо схватывается, можно сказать, в коже, и, как бы вот это вот как раз его ретинольная составляющая, и кроме того, им в поддержку, там добавлен неоцинамид, причем в тоже довольно-таки большой концентрации, 3%, и аскорбилглюкозид, это витамин С, как раз в одной из стабильных форм, и, собственно, вот эта троица, она в синергии такой действует, очень мощно, как раз работает именно на антиэйдж, но, естественно, у нас пациенты тестировали, которые проходили клиническое испытание, двухэтапное участвовали, были и с возрастным акне пациенты, ну, в основном, мы, конечно же, давали немолоденьким, да, его тестировать, и заметили, что воспалений становится значительно меньше, то есть он, в принципе, заменял, например, адопален, то есть, естественно, в это время нельзя пользоваться параллельно еще средствами ретинол, содержащими другими, в том числе синтетическими ретиноидами, это еще одно правило, которое надо понимать, что если мы лечим прыща адопаленом, нам нельзя использовать в качестве антиэйдж препараты, средства, содержащие активный ретинол, вот, если просто нужен витамин С, да, то есть как антиоксидант, он гель тонизирующий, пожалуйста, витамин А, витамин С, витамин Е, в составке витаматрикси, то же самое, крем, да, с небольшими концентрациями витамина А, витамина С, и витамина Е, а здесь уже ретинол, он такой, достаточно злой, и поэтому, то есть аналог, можно сказать, третинаина, их приравнивают, вот активный ретинол, особенно липосомальный, сравнивают с третинаином, и поэтому важна концентрация, поэтому концентрация даже вынесена на этикетку, вот такая вот, такая вот история, кислоты, тоник с АХ кислотами, у нас, естественно, есть в серии Вайтнинг, 4-процентный комплекс кислот, и сиборегулирующий комплекс, и энзимная пектинная маска, которая содержит 5% молочной кислоты, помимо энзима папаина, для регулярного отшелушивания, 1-2 раза в неделю применяется, но этот препарат у нас уже давно, всеми любим, и обожаем, и все его знают, наверное, нет смысла про него что-то рассказывать, вот, то есть это вот, где у нас есть кислоты, и скоро в продаже, буквально вот, в ближайшие недели, будет обновляющий флюид Альфадерм, который будет как раз основой своей иметь миндальную кислоту, пока не буду раскрывать всех тайн, но тоже очень интересный состав, и он хорошо работает и с пигментацией, и с воспалениями, и как антиэйдж, то есть очень такая интересная штука, кремовые текстуры, очень комфортные, и, честно говоря, на испытаниях мы все очень, как бы очень он нам понравился, и я лично, например, так как склонна к некоторым иногда возникающим воспалениям, просто его использовала как сос, то есть я чувствую, что сейчас что-то вылезет, да, помазала несколько дней, бац, ничего не вылезло, то есть в этом плане он тоже хорош, но у него масса других достоинств, вот, еще у нас выйдет пилинг всесезонный, с миндальной молочной ферруевой кислотой, но опять-таки надо критично относиться к слову всесезонный, и он как раз рассчитан на такое поверхностное воздействие, щадящее для людей занятых, которые не могут сидеть неделю реабилитироваться после пилинга, и проводится курсом, естественно, чтобы был накопительный эффект, то есть допустим 5 процедур раз в неделю, это оптимальный вариант для использования такого плана пилингов. Можно ли использовать желтые пилинги на основе ретиноевой кислоты, или только на основе ретинола? На самом деле желтые пилинги и есть на ослове ретинола, то есть ретиновой кислоты, то есть ретинаина в них быть не может, потому что это препарат рецептурный медикамент, то есть в ретиноевую кислоту превращается ретинол, поэтому в желтых пилингах используется тот же ретинол, как в нашем ретидерме, он может быть в свободной форме, чаще всего в свободной форме используется. И он как раз просто находится в большей концентрации, там может быть и 2%, там может быть и даже 5% ретинола, то есть там большая концентрация этого ретинола. Он очень своеобразно применяется. Что HR, я не поняла, что такое HR. Может быть вы имели ввиду процент, где указывается, везде указывается. То есть если это, а, ретиновая кислота, смотрите, нет, на самом деле я вот, например, очень уважаю желтые пилинги, испанские медидерма, да, и там тоже ретинол используется. У всех пилинг, ну есть масса других марок, тоже достойных как бы, вот, пилинг выйдет у нас скоро, но вот альфадерма выйдет раньше пилинг. У нас сейчас на регистрации уже закончились испытания, я думаю, что может в октябре выйдет. Не буду вас обнадеживать, просто не знаю точно, как бы это все зависит от, у нас же, как говорится, все долго происходит, и регистрации, и причем у нас же косметика сертифицирована не только в РФ, еще и европейская сертификация, то есть когда вам все вот эти пройдет, бюрократические барьеры, естественно, тогда сразу выйдет. Альфадерм уже все это прошел, вот, просто его не выпускали, так как было лето, не очень актуально, а сейчас он прям выйдет вот на днях, я думаю. Вот, так, что я хотела, про литиновую кислоту, да, смотрите, есть определенные нюансы, да, когда используются желтые пилинги, они по определенным протоколам, таким не очень привычным используются, то есть он наносится, потом оставляется на, там, несколько часов, потом человек сам его дома должен смыть, да, иногда пилинг смывается и в кабинете, да, снимается, но он закрывается, допустим, каким-то еще ретинолсостержащим препаратом, то есть там есть свои определенные такие протоколы, вот, у каждой фирмы они могут немножко отличаться, но объединяет их все то, что в составе находится ретинол, вот, ретиновую кислоту, честно говоря, я не думаю, что официально можно использовать. По крайней мере, в Российской Федерации в составе пилинга, так же, как и в составе уходового средства, потому что ретиновая кислота – это третинаин, вот, или из третинаина, и, соответственно, эти препараты не разрешены для использования в косметических средствах. Это уже медицинские изделия для лечения акне, например, которые используются, вот, то есть, наверное, так. Значит, что касается отбеливания, да, ну, пока у нас вариант Light в гельтеке продается уже, ну, давно, это гель пектиновый, который действительно можно использовать круглый год, то, что он отбеливает, осветляет тон слегка за счет цитрусового пектина, и, соответственно, естественно, никакой фототоксичностью не обладает, можно его применять круглый год. А сыворотка стоп-акне, мы уже обсуждали действие азолаиновой кислоты, она отбеливает в основном поствоспалительную пигментацию и применяется чаще всего, когда есть повышенная жирность кожи, воспаление, фолликулярный гиперклеатоз, ну, то есть, как уходово-профилактическое и частично лечебное средство при акне или розация по блубстулезной стадии. Вот, и в разработке у нас отбеливающая сыворотка, как раз не буду пока той же тайны открывать, с наиболее активными и интересными отбеливающими компонентами. Я тоже надеюсь, что в скором времени она выйдет, будем надеяться, да, что у нас там все хорошо будет с поставками ингредиентов из-за рубежа, потому что у нас сырье очень качественное, все в основном европейское, и, ну, как бы сейчас в связи с пандемией были определенные, наверное, сложности у поставщиков, поэтому будем надеяться, что все это будет хорошо продолжаться. Ну, пока вроде все более-менее. Вот, так что будем надеяться, что хотя бы к Новому году выйдет. К желтому пилингу, да, я вот как раз рассказывала, что нужно готовиться именно средствами с ретинолом, а к АХ, к кислотным пилингам, к химическим пилингам с кислотами, да, или, допустим, не обязательно даже с АХ кислотами, даже к ТСА, можно готовиться именно к кислотными средствами, потому что кожа должна ретинизироваться, то есть она должна привыкнуть именно к ретинолу, если мы планируем ретиноевый пилинг. Если мы кислотные, то тогда можно использовать как раз вот Альфа-Дерм, можно даже гель пектиновый, который просто снижает PH, да, и то это будет уже эффективно, потому что кислотные пилинги, они, это эксфолиаторы, да, они, и эта подготовка используется для того, чтобы он потом проник равномерно, чтобы убрать киперкератоз, чтобы не насытить кожу кислотами, да, а просто, ну, снизить чуть-чуть PH. Вот, а если это ретинол, то сам ретинол по себе, да, кожа должна именно к нему привыкнуть, поэтому и проводится подготовка именно ретинол-содержащими средствами как раз в процентном содержании 0,25 и затем 0,5%, или просто вся подготовка идет на 0,25 или на 0,5%. Значит, ну и антиоксиданты под конец, да, это гель тонизирующий с витаминами АЦЕ, который применяется и в профессиональных уходах, и аппаратных процедур, как контактный, обогащенный активами гель, и, собственно, в домашнем уходе тоже, особенно пациенты с комбинированной жирной кожей, его любят просто как уходовый вариант, потому что он не содержит масел, это не крем, очень приятная текстурка, как бы, и содержит витамины. А кремовый сыворотка антиоксидантный коктейль Витаматрикс, да, он тоже содержит антиоксиданты в витамина АЦЕ, содержит светоотражающие частички, то есть такой, как бы, софт-фокус эффект, так называемый, и является, ну, по сути, хорошим кремом дневным без СПФ, то есть у нас есть увлажняющий крем, у него СПФ-10, есть антиоксидантный коктейль Витаматрикс, у него нет никакого СПФ, а то есть эффект вот этого сияния, да, очень хорошо, кстати, зимой использовать его, СПФ в нем не нужен. Очень его любят как раз пациенты с сухой кожей, есть увлажняющий крем, он более легенький для комбинированной кожи, даже для жирной иногда подходит, а как бы антиоксидантный коктейль, он такой, ну, несмотря на то, что легкий, его больше полюбили пациенты с нормальной и склонной к сухости кожи, хотя многие из комбинированной кожи его хвалят. И, собственно, он такой вот как бы дневной, за счет того, что светотражающие частички нам ночью, конечно, не нужны. Так, для подростка с проблемной кожей могут ли использовать ретинолсодержащие? Ну, смотрите, для подростка с проблемной кожей лучше использовать синтетические ретиноиды по назначению дерматолога, то есть это, допустим, чистый адопален, например, дифферин, да, или клинзит, или там, допустим, комбинация с лицелопероксидом в виде геля эфизел, это все зависит от того, какие воспаления, более глубокие, потому что эфизел более агрессивный, но он зато предотвращает образование глубоких, да, вот этих вот воспалительных элементов, чтобы шрамов ретин не было. Вот если более поверхностные высыпания, там дифферина достаточно, ну, то есть это уже дерматолог должен оценить, какой препарат назначить, но, например, сыворотку ретидерм 0,25, ее, конечно, можно использовать, ну, не для подростков, наверное, а просто для молодых, да, женщин и мужчин, которые имеют склонность к воспалениям, то есть у них нет акне, то есть которое требует лечения, а есть просто, допустим, у женщины обсыпает часть лица перед месячными, или поел там шоколадку, обсыпала, да, или от какой-то косметики, но раз обсыпала. Тогда, в принципе, вот при склонности такой, то есть кожа не совсем вот с акне, а именно склонность к проблемам, да, тогда можно использовать в уходе даже там 20 лет и 25 лет ретидерм, да, но это больше все-таки направленность антиэйдж. Все-таки ретидерм 0,25 – это препарат, я считаю, до 30-35+, это минимум, да, вот, поэтому, когда нужны эффекты именно омоложения кожи, потому что, я говорю, для прыщей лучше взять азолаиновую кислоту, стоп-акне, если уж совсем все запущено, дерматолог назначит адапален, и, собственно, с этим работать, вот, наверное, вот так. Ну и поддержка, да, то есть подростков с проблемной кожей, главное умываться щадящими средствами, а не какими-то агрессивными, научить одноразовыми полотенцами ватераться, вот, и среди за чистоту и постельного белья, вот, потому что, что в качестве ночного средства, в качестве, если еще сезон активного солнца, ага, поняла, то есть что такого сильного в сезон активного солнца можно использовать антиэйдж. Смотрите, в принципе, хорошо работают капилляропротекторы, да, тот же самый антикуперозный гель, да, если нет какой-то повышенной чувствительности к никотиновой кислоте, да, очень приятно, Краснодарский край проезжала через вас не так давно. Вот, значит, можно антикуперозный гель использовать, потому что он еще и ДМАЕ в составе, то есть такой лифтинговый агент использует, и это не обязательно на ночь, вот, кроме того, ну, то есть здесь вообще не обязательно на ночь использовать тяжелую артиллерию, да, потому что средства, которые не являются фототоксичными, их можно использовать в течение дня, да, то есть не обязательно на ночь. И те же самые пептиды, мерилаксанты, их хорошо использовать дважды в день, потому что так быстрее накопительный эффект формируется, и будет вот эта спонтанная мимика уходить немножко. Вот, поэтому сыворотки активные, мерилакс, актив лифтинг, мерилакс наносится на чистую подготовленную кожу, где морщинки мимические есть, то есть где есть гипертонус мышц. Вот, то есть нет смысла на носогубке, например, мерилакс наносить, расходовать ее, почему зря, потому что эти складки, они все-таки вызваны не сокращением мимической мускулатуры, а аптозом вот этой зоны, да, от они и скуловой мышцы там, допустим, с съезжанием вниз жировых компартментов щеки, вот, поэтому вот верхняя треть вокруг глаз переносится лоб, это вот мерилакс. Дважды в день, поверх можно любой крем потом наносить, когда впиталось, и с кислотами не сочетаем в одно применение. А на все лицо и шею главное, да, наносить хорошо актив лифтинг, там кофеин, полулан, то есть он на кровообращение, лимфодренаж такой дает, улучшает микроциркуляцию, и плюс полулан он подтягивает механически, тоже дает такой лифтинг хороший. Вот, антикуперозный, опять-таки, как я говорю, как капилляропротектор, можно, например, на ночь использовать как раз под крем или вместо крема, и с матриксилом, с пептидом сыворотка у нас есть, крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга, она предназначена для век, по идее, да, но многие уже прочувствовали такой лайфхак, которым я уже даже стала делиться иногда, использовать его вместо ночного крема, потому что стоит она недорого, особенно для косметологов, вот, и получается, что 30 мл этого крема прекрасно можно использовать его и как ночной на все лицо и шею, а более того, у нас глазки и кожа вокруг глаз, да, и кожа шеи, они очень похожи по структуре, поэтому все, что хорошо для глаз, оно также хорошо и для шеи, вот, поэтому можно вот его тоже подключить. Вот, ну все, на этом будем мы с вами, наверное, заканчивать, вот, если еще вопросы остались, задавайте их, сейчас вот в последний слайдик включу, чтобы вы видели имейл нашего администратора, куда можно какие-то послать вопросы организационному плану, например, если там нужно вам сертификат получить по почте и так далее, а так, если вопросов нет, будем на этом заканчивать. Продолжение следует...